За 15 минут до открытия участка последние приготовления. Необходимо сверить списки, посчитать открепительное удостоверение и раздать бюллетени. В ближайшие сутки для членов избирательной комиссии будут очень сложные. Предельная внимательность и собранность во всем. Опечатка урн для голосования строго под присмотром наблюдателей. Все должно быть честно и прозрачно. На самом деле это сложные выборы, очень серьезные выборы. Но тем не менее мы справимся с этим. Ровно 8 участки открылись для голосования, хотя некоторые из лепчан пришли еще раньше. На работу опоздали, но все равно выполнили свой гражданский долг. Я сегодня опоздаю, но и проголосую. Один из первых свой выбор сделал и председатель облсовета Павел Путилин. На избирательный участок он пришел в 8.05. Признается, рано вставать он привык, работа обязывает. К тому же впереди сложный день. Нужно проверить, как работают участковые комиссии в районах. Я голосовал за стабильность и за просветание нашей России и нашего региона Леговской области. Чуть позже подошел глава региона Олег Королев с супругой. На его избирательном участке чуть более 1300 избирателей. Это немного, поэтому в очереди стоять не пришлось. Ну, удачи, у нас все, все доброе, с праздником. Лепчане получают по 4 бюллетеня, 2 по выборам в Государственную думу, 2 в облсовет. Кандидатов много, так что некоторые голосующие заметно медлили, изучали списки. У членов избирательной комиссии иная сложность – открепительное удостоверение. С ними россияне могут проголосовать в любой точке страны. Тут главное не запутаться. По открепительным не все будут получать 4 бюллетеня. Мы будем смотреть, какой это федеральный округ. Кто-то будет получать 4 бюллетеня, кто-то 2, кто-то 1 даже. Голосование продлится до 20.00, так что время сделать свой выбор есть у каждого. Анастасия Сердюкова, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.